Друзья, рады витать у всех, кто разом с нами. Вы на ютуб-канале Фабрика Новын. Моим я Юрий Бибик. Пан Андрей Пионковский, политолог из США. Разводы все на интервью земную. Андрей Андреевич, здравствуйте. Рад вас видеть, рад вас приветствовать. Добрый день, Юрий. Взаимно. Ну, пожалуй, главная новость – это визит Владимира Александровича Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Его встречи, выступления перед конгрессменами, его встречи с Джозефом Байденом и с другими чиновниками. С Ллойдом Остиным. И вот по итогу, в сухом остатке, что мы имеем? Какой вывод мы делаем? Удалось президенту достичь тех целей, на ваш взгляд, которые он ставил перед собой? Ну, в общем, тут мало что зависело от президента. Я сказал, на встречах в Министерстве обороны, в Сенате, в Палате, на встрече с Байденом, известную позицию Украины, что Украина никогда не пойдет на сделку с Путиным ценой потери своих территорий, что Украина будет сражаться. Но она надеется на помощь Запада, которая не рассматривает как благотворительность, но как помощь союзника, сражающегося в мировой войне, союзника, который должен оценить ту историческую роль Украины, которая выиграла уже войну за Запад в феврале-марте прошлого года. Гастомское сражение было, на мой взгляд, решающим сражением Четвертой мировой войны. Мы же помним, какие прогнозы давала американская разведка. Через две недели Киев падет. Мы знаем планы Путина того времени. Его ультиматум Западу собирайте монаток и выбирайтесь вон. И ясно, что после триумфальной победы на Украине он появлялся, размахивая ядерной бомбой на границе Балтии и Польши, и повторял об этом ультиматуме. Запад был спасен от этого кошмара героизма Украины. Поэтому речь шла о выполнении союзнических обязательств. Что меня удивило вчера, это позиции республиканцев. Вернее, наших друзей республиканцев. Мы же знаем таких людей, как Мич МакКону, лидер республиканского меньшинства в Сенате, как Линзе Крехом, как новый председатель комитета по иностранным делам палаты. Все эти люди, они не раз бывали в Киеве. Они не скрывали, и вчера даже они подтверждали формально. Горячую приверженность защиты. Кроме того, я напомню, что эти люди, ну, по крайней мере, десяток я могу назвать, членов Конгресса, которые неоднократно подписывали письма, критикующие Байдена за недостаточную поддержку Украины. Ну, поэтому мы всегда с вами рассчитывали, я это повторял неоднократно, что есть математический факт. Вот большинство членов Палаты представителей, они всегда выступали за поддержку Украины, за финансирование. Поэтому рано или поздно, ну, как бы ни меняли спикеры, в конце концов вопрос будет поставлен на голосование, и помощь принята. Но здесь мы столкнулись с какой-то большевистской дисциплиной республиканской партии, которая приняла вот такую твердолобую позицию. Причем, вот, она была сформулирована, та позиция, которая была сформулирована за несколько дней предшествующих, вот, вчерашним драматическим встречам в Конгрессе и в Белом доме, она внушала оптимизм. Позиция была такая, республиканцы. Да. Причем завершался диалог, вот, что очень важно, как раз в последнюю неделю представители администрации, Байден, Остин и Блин, и они сделали несколько очень драматических заявлений, что вы же понимаете, что отказ, отказ от Патрии Украины может привести к поражению Украины, к победе Путина, что приведет к необратимым геополитическим последствиям. За это будет расплачиваться человечество десятилетия. Это определит, этот отказ определит всю судьбу 21 века, и вы будете ответственны за это. Прямо этими словами Байден обращался к республиканцам. Они ему отвечали в следующем. Да, мы понимаем. Мы понимаем, насколько высоки геополитические ставки, и именно поэтому мы используем вот эту возможность, чтобы заставить вас... Мы, конечно, подпишем это финансирование, но вы должны пойти нам навстречу и согласиться с нашими предложениями об изменении в миграционном законодательстве, потому что это проблема не менее важная, граница Америки для страны не менее важная, чем граница Украины. Ну, то есть это был такой торг, не ставивший под вопрос вот это геополитическое значение войны в Украине. Но вот меня как раз удивили новые нотки, которые появились в этот день. Ну, во-первых, во-первых, целый ряд республиканцев, прежде всего вот то, оголтевое самое крайнее трампийское крыло, их не так много. Вообще вот это удивительная вещь. Я вам предложу потом свои гипотезы. Таким образом, ну, есть там с десяток сумасшедших, оголтевых трампистов, которые все время с самыми резкими выступлениями против Украины бегают. Ну, это знаменитая госпожа Гринц. Ну, а в последний день очень солировал некий сенатор Венс. Он вчера не снизал с экранов совершенно оскорбительными, хамками, нападками на Украину, некоторые я процитирую. Вот как этой небольшой группе удается, в общем, манипулировать всей республиканской фракцией в Палате, несмотря на то, что большинство из них, даже тех трампистов, поддерживающих Трампа по многим вопросам внутренней политики, они поддерживали финансирование Украины. Ну, так вот даже внушала нам определенные надежды и позиция спикера Майкла Джонсона. Я неоднократно об этом говорил, что он несколько раз подчеркнул, что да, победа Путина это гиперпетическая катастрофа для Европы, угроза безопасности России, мы понимаем, мы этого не допустим, но вот мы в то же время требуем решить вопросы. Вопросы границы. Вот очень сухо он две-три фразы сказал после встречи с Зеленским. Первую, ну, как бы, как отчий наш, он повторил, да, мы поднимем, я сказал Зеленскому, что поддерживаем его борьбу, мы против вторжения Путина, но в то же время мы настаиваем на принятии закона границы. И вообще он сказал, это не наш вопрос. Вот это идите в Сенат и там решайте. Вот вопрос о границе, решает переговоры в Сенате. Вот там он будет решен. Ну, и кроме того, масса вот этих крайних республиканцев, они бегали с канала в канал и задавали даже вопросы на пресс-канал, поднимая вот старые кремлевские методички о коррупции в Украине, о том, что коррупции в оружии, панч, что оружие оказывалось у террористов на Ближнем Востоке. Ну, даже новые новинки были. Знаете, на Fox News у Зеленского в интервью спрашивали о том, цитировали господина Кличко, ну вот у вас же говорят, что вы диктатор, что вы уничтожили там один из партий. Вот оцените еще такой тезис, подброшенный из кремлевских запасников. Вы арестовали в Киеве лидера православной церкви, где у вас, где, вы первый раз слышите это, да, у меня такая же реакция была. То есть работа была проведена, проведена громадная. Ну, тогда, да, и вот самая подлая, самая подлая находочка такая у них, этим два дня, два дня с ней солировал вот этот самый Венц. Ну, основной аргумент администрации был, что в случае поражения Украины Путин не остановится, двинется дальше и американцам придется выполнять свои обязанности в статье пятой. Кстати, этот тезис очень драматический за день до вот визита Зеленского артикулировал министр обороны власти. Он прямо напугал публику, что мы вынуждены будем посылать войск, мы рассматриваем, мы рассматриваем оперативные планы отправки американских войск в Европу, в которой им придется сражаться, сражаться с русскими. Вот этого ни в коем, этого никто не хочет, поэтому надо дать, надо дать финансирование Украине. Так на это господин Венц возражал следующим образом. что вы говорите? Что вы нас пугаете? Да Путин настолько увяз в Украине, украинцы очень ослабили его армию, потом у него останется задача сохранять, контролировать страну, у него не хватит сил пойти в Европу. То есть оказывается Украина признает, что Украина сдерживает Путинскую агрессию в Европе и он готов остановить финансирование, чтобы это сдерживание превратилось уже в форму партизанской войны в оккупированной Украине. Это невероятный цинизм, приходящий уже какой-то расизм. Ну, это очень близко к тому, что вот очень хорошо, что там восточные племена сражаются друг с другом и эта Орда не пойдет на нас на Западную Европу. Это произносилось громко. Вот такой степень деградации. Ну, это, понимаете, кто такой этот? Ну, какой-то провинциальный сенатор из Эклахомы. Вот, такое отсутствие глобального геополитического взгляда, но, что самое удивительное, что его просто не вышвырнули из Сената такие очень образованные, понимающие люди, как тот же Грехом или Мич Макунов, который вместе с Шумахером, лидером демократов, они вдвоем ходили по конгрессу, Зеленским очень вежливо его водили, но вот какого черта они заняли такую жесткую позицию. Объяснение у меня есть, я не сам его придумал, это тезис, он выдвигался в прошлое, в прошлое выборы в конгрессе, фагона, дело в том, что все члены палаты, они же все перезбираются в этом году, но прежде чем перезбираться в конгресс, они должны пройти в своей партии, в республиканской партии праймерис. Праймерис это такие сборища, куда ходят активисты, туда не ходят такие обычные рядовые избиратели, более международные активные члены партии, и вот это активное меньшинство, оно решает, кто будет выдвинуть. И этим пользуется очень командан Трампа, пользовался в прошлый раз и, конечно, сейчас. Они обладают возможностью вот эту свою фанатичную толпу, мы знаем их, мы видели все эти митинги Трампа, у них есть такой материал, который они готовы заводить на праймере, и они угрожают таким умеренным республиканцам, которые не поддерживают их, каких-то чувствительных вопросов, что они просто приведут массу людей на эти праймери, которые будут голосовать за кого-то другого кандидата. то есть в республиканской партии вот эта удивительная дисциплина, совершенно неожиданная для людей, но еще раз повторяю, которая вчера еще критиковали Байдена за недостаточную поддержку Украины, она вызвана таким страхом, страхом трампистов, которые могут помешать им выдвигаться на следующих выборах в Конгрессе. Ну, так или иначе, вот возникла патовая ситуация. Что можно сказать? Я не думаю, во всяком случае, что за ближайшую неделю будет достигнут какой-то компромисс. Ну, и кроме того, тут республиканцы во всем играют в очень циничную игру. Они же требуют от Байдена касалось бы, ну, можно даже понять эти требования. Позиция демократов по иммиграции, она вызывает очень много критики. Бесспорно, что демократы годами, годами способствуют ослаблению иммиграционного законодательства, понимая, что латиноамериканская миграция увеличивает их электоральную базу, потому что латины голосуют за демократов понимая, что Байден, если Байден пойдет и на встречу, а Байден был готов пойти, он ведет какие-то переговоры, это еще более усилит его, ухудшит его избирательную перспективу, которая, вообще-то, на мой взгляд, уже абсолютно проигрышная. Я же уже последние 3-4 недели один и тот же тезис пытаюсь донести до сознания самого и Байдена, что вот две задачи, две миссии, которые сейчас на него выпали. Одна главнокомандующая вооруженными силами США в мировой войне, объявленная силами зла, Иран хочет уничтожить Израиль, Россию и Украину, это тезис и Байдена, это то понимание идущих сейчас в мире процессов, которые не раз после 7 октября озвучили и Байдена, и Блинкен, и Остин, Хамас хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину, мы как самое сильное в мире государство и Лига свободного мира должны это предотвратить. Вот эта задача, она полностью противоречит задаче его как кандидата демократической партии. Он же стремительно сейчас теряет очки, что показывают все опросы, потому что три основных группы, которые поддерживают в 2020 году, это леволиберальные, кроводные политические партии, это афроафриканцы, это молодежь, избиратель от 18 до 35 лет, которые 80-85% этих групп голосовались в 2020 году, сейчас большинство из них в вопросах не поддерживают. Почему? Потому что они как раз не хотят победы Запада, эти группы, в этой мировой войне. прежде всего в Израиле и вся и афроамериканцы, и молодежь, университетская молодежь, которая выходит из этих зомбированных из гарвардских и ельских университетов мифами о страдающем народе Палестины, естественно, леволиберальные крыло, они все отказываются голосовать за Байдена, и он же проседает во всех опросах. А вот если он еще поддержит ужесточение миграции, и это полностью противоречит философии этой левой группы. Поэтому вот эти две задачи, они противоречат, ему нужно решить, что он все-таки хочет выиграть, мировую войну или президентские выборы в США. Тем более, что президентские выборы он уже проиграл. И вот мне казалось до вчерашнего дня, что он хочет выиграть, по-моему, даже говорили с вами, последний раз на эту тему, что он предпринял два решительных шага на прошлой неделе. Ну, во-первых, Соединенные Штаты единственное государство, которое заветировало вот эту резолюцию, требующую от Ирана, от Израиля прекращение огня. Прекращение огня в Газе это поражение Израиля, это признание существования власти Хамаза, это признать, что те люди, которые совершили с евреями то, что они сделали 7-го власти, значит, на Ближнем Востоке это означает, что каждый может это делать, это принято. Великобритания даже воздержалась от этого, не смогла проголосовать против 13 членов ООН, включая несколько членов НАТО, голосовали за эту резолюцию. Это был такой смелый шаг, но он как раз шел не только вопреки всему мировому общественному мнению, но и мнению значительной части демократической партии. И вот очень сильное заявление у ООН и его бюджетный офис сделал как раз накануне вот этого голосования в Сенате, что я уже это цитировал, что отказ поддержать Украину может привести к геополитической катастрофе, за которую будем расплачиваться десятилетиями 21 века. Вот. Но во-первых, что мне не понравилось в республиканцах, я уже вам рассказал. Значит, мы все видели вот эту пресс-конференцию Зеленского и Байдена. Вот. Обратите внимание вступительное выступление и Зеленский, и Байден читали по бумажке. Но Зеленский это понятно, он не блестяще владеет. У него хороший рабочий английский язык, но он предпочел вот центральное заявление прочесть приготовленный текст. Но Байден, то, что Байден тоже читает по тексту, это не очень производит впечатление. лидер войны, но это не Черчилль, вот так скажем, это не Черчилль, который был лидером свободного мира. Он прочел на квадратиках картонных правильные вещи очень, правильные, сильные, подготовленные для него, ну, если не лично, Блинкиным и Морстином, то им командами. Но в вопросах он просто плыл. Он не мог, причем вопросы-то были подготовлены не, нет, не только его команды, но и противники. Вот один из основных аргументов вот этой трампийской банды в республиканской партии, ну, во-первых, а почему вы не можете нам дать, мы вот потратили триллион долларов, еще хотите, чтобы еще, а какие цели войны, а как вы видите будущее войны? Ну, что, на это просто разбер руками с какой-то глуповатой улыбкой, трудно было ответить, что цели войны это победа Украины, которую мы понимаем, как полное освобождение ее территории. Тем более, почему этот вопрос вновь и вновь ставится? Ведь было три решения большой семерки, в которой все это записано. Цели войны это первое, полное восстановление территориальной целости Украины, гарантии безопасности, чтобы Россия никогда больше не могла повторять эту агрессию, компенсация экономической Украины со стороны агрессии, репарация и наказание преступников. Почему эти слова как-то стесняются сейчас повторять американской администрации? Вот старшее поколение советских людей, оно помнит такой был культовый фильм советский, он назывался «Простая история», там героиня, знаменитая российская актриса Мардюкова, поседатель колхоза, секретарь Райкома, который играет другой замечательный актер, Ульянов, говорит примерно такую фразу, да, Петр Иванович, хороший ты парень, но не орел. Вот эта формулировка мне вспомнилась, когда я смотрел на Байдена. Ну, хорошо, ладно, пусть он не орел. Но вот я сегодня прочел утром всю прессу. Демократическую, вот это так называемая качественная пресса, ни слова сочувствия в Украине, ни слова, понимаете, вот, ведь со стороны лидеров государства прозвучало, ну, чрезвычайно драматическое предупреждение. Если мы не подпишем это выделение этих денег, то, ну, свободный мир возникнет геополитическая катастрофа. Это приглашение Путина и всем дальнейшим агрессорам, выдавленным карбланшем. Ну и что, на следующий день это почти даже не цитируется. Наоборот, полно статей о том, как Украина там разочаровала, провалилось наступление, не удалось наступление. Те люди, которые принимали все, чтобы не дать Украине вооружение, они сейчас критикуют Украину за то, что она без авиации не смогла осуществить статистическое наступление на фронте 600 километров против второй в мире армии. Вы знаете, это контрастирует даже вот, мы все помним, это очень трудный день вчера был и для Украины, и в ходе, и мировой войны. Это не значит, что мы проиграли, мы выиграем. Но это такой же, вот предыдущий такой трудный день для меня лично был, для нас всех, помните, в 21-м году, да, в 21-м, первый саммит Байдена и Путина в Женеве. В Женеве. В Женеве. И как он закончился. Байден закончил просто как попугай, повторил произнесенную публично до этого запомнился Путина фразу, что пусть Зеленский, молодой Зеленский едет и выполняет Минские соглашения, как ему советуют мои друзья, крупные государственные деятели Путин, Макрон и Меркель. Ну, это была катастрофа. Но как она была встречена? Путин, Байден не успел вернуться в Вашингтон, как те же самые газеты, вот, которые сегодня молчат. То же самое, я помню, там, CNN, они вышли с шапками. Путин получил от Байдена все, что хотел в Женеве. Байден был встречен жесточайшей, жесточайшей критикой. Вот, что изменилось за эти два года? Мы видим два, конечно, две группы в политическом классе Соединенных Штатов, враждебных Украине. Ну, во-первых, это леволиберальные криво-демократические партии. Более всего они враждебны Израилю сейчас. Они уже там, там уже открытый бунт идет против Байдена и его администрации, но они не так публичны по вопросам в Украине, но мы же читаем их прессу. Вот сегодня, ну, сколько раз я говорил про эту подлую, как же ее, Изабелла Хандульян. Сегодня она громадную статью опубликовала, конечно, в Вашингтон-Пост, причем еще один показатель. Там, как обычно, несколько соавторов, когда есть соавтор, запомните, есть Джон Хансон, если вместе еще Изабелла Хандульян и Джон Хан, это будет абсолютно живая и подлая статья опубликовала, она посвятила статью утечкам. Помните, были утечки Пентагона весной года? Так вот, статья написана так, что вот утечки, мы возмущались этим утечкой, а в утечках это была правда, в утечках была правда, что Украина ни на что не способна, и сейчас мы увидели, что Украина провалила нападение, провалила наступление, все провалило, там идет внутренняя борьба, и все было справедливо в утечках, а нужно было к ним прислушаться. Но это, 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 эти люди стопроцентно просто работают на, на русскую, на Россию, я же их, вот когда говорит Венс несет вот эту что ну и хорошо, русские застряли в Украине, а теперь они, теперь они в Европу не полезут, и нам даже не надо никаких дополнительных денег давать, в крайнем случае украинцы задержат их партизанской войной. Он просто идиот, такой провинциальный американский идиот, а вот это, это стопроцентно выполняет заказ это Изабелла Хандуриана и Джон Хансен. Ни одного слова не нашел ни одной реакции, что вот вчера бы наш президент обратился с тем драматическим призывом и действительно, ведь если Украина и Незеленский то же самое повторял, что же, давайте, как-то поможем, это нет ничего подобного. Вот такая на сегодняшний день ситуация. Андрей Андреевич, я хотел бы у вас еще раз спросить про Израиль, один вопрос задать вам, но прежде обратиться с коротким уточнением, то есть, по сути, до рождественских праздников не придут компромиссы республикации демократы и помощь не будет выделена. Если так, тогда когда это возможно, то есть, когда уже проголосуют, вы видите это в какой перспективе? Ну, критическая точка 17 января, потому что бюджет же принят такой промежуточный, 17 февраля и января совсем надо разобраться. Но надо исходить из худшего варианта. Ну, во-первых, что можно сказать? Есть возможность у Пентагона оказывать военную поддержку с так называемым уже списанным оборудованием, там на миллиарды долларов есть списанное оборудование, есть какие-то возможности по Госдепартаменту, то есть месяцы три, вот эти три месяца зимних есть возможность продержаться и с финансированием. Ну, ясно, что нужно делать эстрадористические выводы, пока нет, не принят этот пакет, нужно переходить к эстрадористической обороне. Ну, об этом писал заужен в этом статье, в своей знаменитой статье, об этом идут сейчас дискуссии и обсуждения в Украине и в военных кругах, и в политических, и в общественной дискуссии. Скажите, пожалуйста, по поводу Израиля хотел бы вас еще раз спросить. Байден сделал, как пишут журналисты BBC, одно из самых резких заявлений в отношении Израиля. Вот это еще одна плохая новость, которая, вот такой же был день, понимаете, я же, почему у нас были такие надежды, что казалось, что Байден определился, вот он разрывается между этими двумя миссиями, он определился, что надо побеждать в мировой войне, не оглядываться на свое левое крыло, но позавчера у него была встреча с донорами, с донорами-демократами, которые, конечно, конечно, все набросились на него, на престол и гидральской военщины, без бомбардировки, гибель, повторяют эти идиотские фальшивые цифры Хамаса, там 18 тысяч погибших, и у них, естественно, две трети женщины. Мы вот на встрече с этим донором очень серьезное отступление допустил, он впервые явно покритиковал Израиль и даже начал вмешиваться в политические дела, что правительство на Таньяхо, у нас слишком право, и там есть какие-то министры, и так далее. То есть, он отказался фактически от того, чтобы отбросить свою роль кандидата в немократической партии, сосредоточить, вот это моя формула, сосредоточить, где его призывают три недели, сосредоточиться на роли лидера свободного мира в 34-й мировой войне, стать рядом с Реганом, который выиграл Третью мировую войну, это было бы быть очень просто. Чем это еще неприятно? Потому что ясно, что потому как разворачивается, если все следим внимательно, события, неизбежно столкновение с Хазбулой, там на севере Израиля идет эскалация, это неизбежно, и, конечно, ожидалось, что его последнее участие как лидера свободного мира и мирования означало, что операция по уничтожению Хазбулы и поддерживающего Ирана, а Иран это Хазбулла, Хамас там, Усити, это все орудия Ирана, вот здесь будут задействованы не только военно-воздушные силы Израиля, но и те два авианосных соединения, которые есть на ближнем востоке. Вот с таким настроем трудно от него ожидать такой решимости. У него было два теста поддержки Израиля. Первое, заблокировать Соединенными Штатами резолюцию прекращения огня, прекрасно понимаешь, что все только Соединенные Штаты могут, и второе, поддержать в неизбежной неминуемой схватке с СССР, поддержать просто огнем Израиль. Вот сомневаюсь я сейчас во второй его функции. Следие уточнения, возможно, он выходит с такой, ну, измененной риторикой, как раз потому, что часть электората от него отвернулась накануне выборов, как вы думаете? Ну, что он хочет ее вернуть? Вернуть-то ее невозможно. А для них он уже палач палестинского народа, понимаете? То есть он делает самое, он отталкивает другую, тут он отказывается от своей роли лидера, лидера свободного мира, а роль, предпочитая ту роль кандидата на выборы демократов, которые он уже проигранный. Ну, давайте все-таки чем-то позитивным надо закончить. Я вижу позитивные процессы в республиканской партии. Ну, я сторонник книги Хелли еще с декабря прошлого года, когда никто не слышал этого имени. Вот последние три события, очень важных в ее пользу. Как мы знаем, в январе пройдут очень важнейшие праймерицы, но в Нью-Хамшире они называются праймерицы, в статье Айова они называются кокосы, немножко по разной схеме происходят. Губернатор Айовы, это республиканские штаты, там губернатор республиканские, губернатор Нью-Хамшир Суну, он сам подумал о движении своей кандидатуры, он поддержал кандидатуру Нью-Хамшире, в президенты, а губернатор в штате Айова, он поддержал на этих праймерах кандидатуру Де Сантис. То есть, вот, эстеблишер в респанской партии, он последовательно выполняет свою линию антитрамповскую. Теперь вот удивительный опрос. Я, по-моему, вам говорю, на многих стримах я говорю, был такой опрос недели две назад. Каков будет результат президентских выборов между Трампом и Байденом, и, с другой стороны, а второй вариант между Хэлли и Байденом. Так вот, две недели назад Трамп и Байден было так плюс-минус один, плюс один-минус один, ну, в районе ошибки. А Хэлли твердо выигрывал у Байдена пять процентов. Это объясняется очень просто. За нее голосовали бы все, все независимые, конечно. Грубо говоря, вектора делятся 40 процентов из кавиканцев, 40 демократов, 20 независимые. Трампа не любят. Вот повторился этот опрос с фантастическими изменениями. Ну, начнем с Трамп, с Трамп-Байден. Было там что-то около единицы. Трамп уверенно выигрывает у Байдена пять процентов. Ну, это результат, который мы уже дали. Мы же обсуждали, что как раз выделили три группы молодежь, афроамериканцы и так называемые прогрессисты, эти группы поддержки Байдена. Но самое интересное результат, вы знаете, Ахели выигрывает у Байдена 17 процентов. Я вот предложил американским этим постам, не знаю, может быть, кто-нибудь не услышит, они же связаны вот этими шорами такими, проводить опросы внутри сначала партии, а потом какие возможны кандидатные работы. Я предложил провести такой опрос не о выборах, а не внутри республиканской партии, а предложить всем американцам такой вариант. А вот кого бы вы предпошли в качестве президента Соединенных Штатов, Трампа или Хейли? Ну, такой тыкет невозможен избирательный, но вот а кого бы вы всеми, я уверен, вот основываясь на этом 17 процентном, выигрыши у Байнерша, победил бы конечно Хейли. То есть Хейли сейчас как раз наиболее отражает такое, наиболее востребовано большинством американского общества. И я думаю, что в связи с этим есть серьезная перспектива, а третий момент обнадеживающий, ее начали большие деньги давать демократические спонсоры. Вот знаменитые братья Кохи дали 205, вот те, которые недовольны вот этой сейчас сложившейся ситуацией, когда Байден собственно отходит от таких позиций лидера спонсоры, которые не связаны вот с прогрессистами. Вот в январе мы посмотрим очень важные события. Во-первых, на рождественские праздники мы разойдемся с большим количеством очень сложных и неприятных вопросов. Ну, чем кончатся вопросы финансирования Украины, поймет ли Байден, что уже бессмысленно ему гоняться за президентским постом, а надо выполнять свои функции лидера свободного мира, и как будут развиваться события внутри республиканской партии. Что касается Украины, ну вот вы знаете, многое зависит как Украина уже решила один раз исход Четвертой мировой войны весной 22-го года своей героической победы. Вот фактически сейчас лидерами свободного мира, гарантами его существования являются два героических народа Израиля и Украины. Но евреи и украинцы несмотря на свой героизм не смогут выполнить эту миссию без американского оружия и американской финансовой поддержки. Вот ближайшие два месяца это вопрос на то, что услышат ли, готовы, жив ли еще в Соединенных Штатах инстинкт лидера свободного мира. Понимаете, мы, наверное, заканчиваем. Я хочу, чтобы это не звучало как какие-то персональные оценки. Дело ни в Байдене, ни в Трампе. Вот эти изоляционистские тенденции, они, конечно, нарастают десятилетиями в американском обществе. Все последние 12 лет три срока в Белом Доме были президенты изоляционисты. 8 лет Обама, который, конечно, левый изоляционист, он был против любого... Ну, и вот такие слова, как свободный мир, он вообще их никогда не произносил. Ну, он уверен был в виновности американского империализма предупрежденного народа мира. Помните, первые два года президентства он там разъезжал, кланялся разным ближневосточным деятелям, извинялся за преступления американского империализма. А Трамп был изоляционист правой. Он считал, нет, не то, что Соединенные Штаты слишком хороши для остального мира. Все это союзники, это нахлебники, НАТО, это организации нам ненужные, просто сосущие из нас денег. И тоже у него не было концепции свободного мира. Есть просто сильные пацаны, вот мы должны договариваться с любыми сильными пацанами, с Путиным, с ИТО и так далее. И это прогрессистское так называемое крыло в демократической партии и крайние трамписты республиканской, они категорически против и поддержки Израиля, и поддержки Украины. Но тем не менее, в большинстве опросы общественного мнения, они показывают, что и поддержка Израиля достаточно высока сейчас, и поддержка Украины, она не такая громадная, как была в начале войны, но она явно больше 50%. Но все же зависит, несмотря на то, что вся медиа и вся пресса работает сейчас против Украины и против Израиля. Вот я думаю, что Украина и Израиль своим примером, примером своей непреклонности и своей героической борьбы заставят все-таки оставшиеся, рейгановские силы в Соединенных Штатах одержать вверх в этой борьбе. Спасибо огромное за интересный эфир. Это замечательная, знаете, отличная, такая мудрая точка в рамках нашей беседы. Всегда интересная и очень профессиональная. Берегите себя и до скорой встречи, Андрей Андреевич. Спасибо. Берегите